добрый день с вами по-прежнему доктор шуров для вас мы ведем канал на ю тубе пишем статьи на дзене милости прошу подписываться рекомендовать задавать интересные темы также напоминаю про телеграм-канал он развивается очень бурно я сам с удовольствием смотрю за вашими дискуссиями затем какие вы вопросы поднимаете ну и книга на подходе 2 поэтому пожалуйста кто не приобрел первую покупайте пишите свои отзывы это очень важно это очень ценно я заранее вам благодарен очень много людей приезжают ко мне за автографом я всегда с удовольствием подписываю делаю автограф сессию я вас очень люблю мне никогда не жалко времени на своих читателей ну вообще ни на кого но вот когда человек приезжает просто подписать книгу пообщаться пожать руку поблагодарить мне очень приятно это меня вдохновляет на написание следующих книг вообще вот та активность на канале то какие вы темы задаете какие вы иногда мудрые многогранные вопросы поднимаете это очень здорово я благодарен вот сейчас я по сути переснимаю но с учетом вот многих непониманий корректировок личных историй тему шизофрения потому что в россии это пожалуй самая стигматизированная тема в психиатрии оскорбление вот шизофреник сумасшедший ну сами можете написать вот их на оскорбление связаны с психиатрией шизофреник вот она самая обидная типа ты не понимаешь что происходит непонятно чего хочешь хотя отчасти я соглашусь что вот странностей этой болезни очень много и многие и стигматизируют считают социальной смертью после постановки диагноза уже никакой жизни не будет тебя закроют вот вспоминается стихотворение александра сергеевича пушкина не дай мне бог сойти с ума нет лучше посох и сумма нет лучше глад и труд я не знаю почему александр сергеевич так вот к труду относился негативно ну вот он сравнивал что лучше голодать нищенствовать причем это стихотворение было навеяно посещением поэта батюшкова батюшков достаточно крупный российский поэт у которого было тяжелое психиатрическое заболевание предположить на шизофрении у него очень рано от шизофрении умерла мама когда ему было 6 лет и вот это передалось по наследству сестра старшая болела он заболел причем он сам что-то предчувствовал прям вот говорил вспоминал что вот на мне темное пятно перешедшие от родителей я очень надеюсь что она не поглотит мой разум и душу к сожалению этого не случилось достаточно рано развилась паранойя множество суицидальных попыток император тоже пытался участвовать его судьбе его отправляли в саксонию в лечебницу на 4 года ничего не помогло потом он доживал у родственников вот пушкин его посетил и на основании того что он увидел он написал не дай мне бог сойти с ума и я ни капли не полукавлю что это пожалуй но один из самых серьезных страхов так как так не менее страшны для людей чем умереть а многие вот я прошу от вас обратной связи напишите многие мне говорили лучше умереть чем сойти с ума потому что умрешь и все а сойдя с ума ты станешь обузой для своих родственников ты может быть навсегда с ними расстанешься опять-таки возвращаемся в область мифов тебя будут мучить злые психиатры будут ставить над тобой эксперименты изолировать вот надеюсь что часть этих страхов я сниму потому что стигматизация психиатрии вредит всем люди до последнего не обращаются люди тщательно скрывают даже если их приводят родственники они врут изворачиваются никогда не скажут про голоса про галлюцинации все надо вытягивать многих приходится действительно госпитализировать чтобы они раскрылись потому что ну настолько противоречивая информация от родственников которые очень устали измучены хотят чтобы это прекратилось от самих пациентов которые переступив порог психиатра вот находят себе силы собираются и начинают уходят в отказ да есть такой симптом мутизм да как правило это все-таки при обострениях ну вот бывает что у человека сохранены речевые навыки он прекрасно понимает обращенную к нему речь но он отказывается отвечать он догадывается что он скажет что то что не бьется с реальностью поэтому вот он предпочитает молчать небольшое это было лирическое отступление надеюсь у вас нет сомнений в том что это очень актуальная тема более того есть определенное мнение что в россии например гипердиагностика шизофрении и даже ставят там где ее нет я могу честно признаться что несколько пациентов приходили у которых действительно мы не наблюдали симптомов мы госпитализировали собирали консилиум этот диагноз снимали давали свое заключение человек ехал там по месту прописки где он стоял на учете наши аргументы были восприняты коллегами потому что есть масса состояний да ну вот отвлечься допустим вторичный бред при мании при биполярном расстройстве я недавно вам рассказывал про пациента которому в маниакальном состоянии казалось что все женщины его хотят вот у него был такой эротоманические ярко выраженный бред он себя вел соответствующе да там еще и другие симптомы присутствовали и усиление аффективного состояния отсутствие сна прочее но не всегда это заметно поэтому впервые выявленные бредовые расстройства как правило ну это норма и так должно быть предлагают все-таки пациента госпитализировать его понаблюдать чтобы исключить какие-то экзогенные вмешательства травмы отравления огромная проблема это психоактивные вещества наркотики особенно синтетические психостимуляторы где вы можете наблюдать все формы шизофрении параноидную с бредом преследования и и даже кататоническую я думаю вы много роликов видели где там наркоман просто зависает во время ходьбы это действительно выглядит как определенная кататония понятно что психиатр разберется но со стороны очень похожи плюс когда человек все-таки не доходит до помощи наркоман употребляют очень долго у него развивается психоорганический синдром со снижением интеллекта с эффективным обеднением а социальностью определенной и у многих это считывается как простая форма шизофрении просто негативными симптомами а потом начинаешь общаться выяснять что человек не к этому состоянию шел много лет он целенаправленно употреблял травил мозг у него случались психозы травмы и вот уже финале это действительно выглядит как тяжелый психиатрический дефект сама тема шизофрении уже больше ста лет вначале называлась деменция прекокс раннее слабоумие потому что как правило все таки развитие слабоумие деменция связывают с возрастом даже вот есть такое ругательство старческий маразм раньше так это и называлась деменция синильная сейчас это вообще нейрокогнитивное расстройство что дай бог никого не дискриминировать не стигматизировать вот и наши специалисты и западные описывали деменцию прекокс потом известные швейцарский психиатр блюэр начал вытаскивать негативные симптомы понимать пытаться понять проанализировать почему такие тяжелые последствия для пациента почему возникает вот эта социальность аффективное уплощение то есть эмоции становятся крайне примитивными поверхностными а мотивационный синдром до согласитесь это выглядит ужасно дома абсолютно беспорядок человеку все равно есть и да нет он будет съезд все что угодно не понравится ничего не съест я вам напоминаю вот ролик гражданской обороне я участвовал когда там мама активно препятствовала помощи сыну восемь лет он был без психиатрической помощи жил на участке уже с отрезанным газом с отрезанным светом трупы крыс разлагающаяся еда в авоськах мама сама не хотела с ним контактировать она еду оставляла около двери и настолько уже был развита мотивационный синдром что симптом что ему даже не не было желания забрать вот эту еду она гнила на крыльце понятно что он выглядел ужасно совершенно заросший с огромной бородой с колпунами в волосах грязный вот так выглядит апатика обулический дефект который развивается в результате отсутствие лечения изоляции человека потому что действительно ну если опять прийти в начало дебют заболевания все отмечают стал какой-то странный даже сейчас его нужно лечить его нужно спасать это работа заболевания вылечить нельзя можно их компенсировать но ни у кого не увеличилось количество социальных контактов как правило идет обратный эффект тот негативный симптом виде а социальности он проявляется именно ограничением контактов самоизоляцией даже холодностью в общении с родственниками понятно что это частично аффективное уплощение если мы вспомним пациента александра который недавно лежал в клинике чувствую себя так как я чувствовал себя в детстве с отцом когда ходил в первый раз 30 парикмахерскую когда открывался новый мир когда то за должен был коснуться головы волос при приделать прическу создать новый имидж выпустить свет показать на люди и когда должен был выбрать между солнцем родителями деревьями и остальными людьми дорогу у него высшая форма социальности он сидел около магазина там какой-то просил милостыню никаких контактов полностью разрушенные контакты с близкими людьми и все я тут я его засняла он ест это сняла как он кушает он так жадно кушал был такой голодный мне было интересно и и вот он был такой вот необычный что-то говорит а я думаю то ли он прикалывается то ли он так шутит ну у него была странная речь которую ты не понимал я не знала даже что есть такой диагноз при ней я вообще таких людей не встречал на самом деле поэтому я не могла понять почему это это может шутит что происходит калам будет непрерывно да да интересов тоже никаких речь абсолютно а логично и не связанная со скальзыванием очень упрощенный у него был один вопрос покурить вот он все время сигаретами подравнивал свое психическое состояние где-то успокаивал может быть боролся с ангидонией потому что ангидонии это тоже распространенный симптом люди перестают получать удовольствие от чего-либо вот его интересовала какая вкусность из макдональдса понятно там лошадиные дозы глютамата сахара хоть какое-то удовольствие от еды получить и курить у меня честно было ощущение что ему купи блок сигарет вот он будет сидеть одна закончилась прикурил следующее то есть огромное количество выкуриваемого и в том числе эффективность лечения мы оценивали потому как у него вот эта потребность упала то есть если раньше он непрерывно просил покурить то по мере подбора терапии мы видели определенную динамику появление каких-то интересов эмоциональная включенность ну и конечно же снижение потребностей в психоактивных веществах в данном случае в никотине как правило все-таки фазу инициации не инициации начальную дебютную стадию никто не принимает всерьез часто это 20 плюс-минус три года какие-то особенности формирования новых нового окружения поиск своего пути даже когда человек резко ударяется в паранормальное в эзотерику тот же то же самое магическое мышление интерес к экстрасенсам к сожалению с 90-х это все активно поощряется пропагандируются поэтому у многих воспринимается как норма никто внимания не обращает но дальше по мере прогрессирования заболевания мы видим присоединение позитивных симптомов это плюс симптомы когда в личность привносится что-то чего не было повторюсь это термин из неврологии но он прижился психиатрии позитивные негативные вот позитивно это что-то новое галлюцинации не было галлюцинации появились это новое как правило когда речь идет о именно шизофрении заболеваниях шизофренического спектра это голоса слуховые галлюцинации вспомните стаса он еще в детском возрасте у него возникли слуховые галлюцинации причем они были такого угрожающего характера они хулили бога он был человек верующий вот эти голоса смеялись оскорбляли бога они его очень донимали и как бы мне кто-то вот шептал как будто бы я слышал в голове голос что вот ты не такой как все ты можешь быть святым это в каком классе голос был голове он был ненавязчивый ну где-то до 6 7 класс он кто-то считал что ты вот выше всех как будто как будто вот эта фраза вот или и это из какой-то песни было голос сомневался что ты выше всех ну я не знаю кто там что сомневался он не мог спать он чувствовал свое бессилие это очень опасные на самом деле галлюцинации потому что бывают директивные которые приказывают там возьми нож иди убей кого-то очень часто самого себя да ты не достоин жить особенно когда это сочетается с бредом самоуничижения ипохондрическим с такими жалобами очень парадоксальными внутри все сгнило сердце не бьется вот это пациент который требует неотлагательной помощи срочного вмешательства 29 пункт закона защите психического здоровья именно они добровольной госпитализации 50 процентов всех койко мест наших стационаров около 50 плюс-минус это пациенты с шизофрении в стадии обострения стадии бреда которые требуют нейролептической терапии иногда требуют даже фиксации потому что разная степень бреда более того человек говорит у меня отнимается левая рука я не чувствую левую половину тела я там хромаю что еще он там в качестве жалоб называет я считаю себя великомучеником вот я серьезно вот вы думаете великомученики они где-то там там серафим саровский или что-то такое вот перед вами великомученик его зовут андрюша губик но я не говорю что я святой человек но я неплохой человек я хорош человек я не то что неплохой я хорошего напоминаю вам про того же губина да я получил очень много хейта в свою сторону какое ты право имеешь ставить там диагнозы но я считаю что уже требуется неотлагательное вмешательство в его здоровье у него сочетание бреда преследования и бреда ущерба где бы он не не был вокруг враги начинают стучать шуметь ему не дают спать портят его вещи испортили пальто прожгли скатерть если он выходит гулять вокруг ходят люди его всячески оскорбляют опять карлики вышли вы понимаете то что это и бредовая концепция подкрепленная слуховыми галлюцинациями мы видим что результатом стала полная изоляция человек избегает любых контактов прячется от людей он накрывается капюшоном он максимально стремится перемещаться в какое-то темное время суток чтобы не привлекать ничего внимание вот можно сказать что больше 10 лет он избегает психиатрической помощи и странно что он согласился на это интервью но интервью это уже назвать нельзя он крайне раздражителен он не отвечает в плане заданного он постоянно агрессирует сторону интервьюеров вот именно напротив него начали стройку и каждый день мужчина с газонокосилкой на 1 миллиметр подрезает траву мне делают громко кто-то специально купил квартиры на всем этаже у нас по всему стояку значит у я живу на пятом этаже у нас ремонта на четвертом надо на третьем на втором и на первом на на одной заканчивается начинается на другом по всему стояку это длится уже два года снял дом только заехал в него значит за две недели только хотел появиться на телевизор опять значит соседний дом тут же значит приехали строители у меня такое ощущение что там где я вот появляюсь сразу же какая-то банда строителей появляется и за мой счет на моем горбу начинаю значит стройки вот и они вот пилят и сверлить с утра до ночи опять значит я думаю ну наверное совпадение ну что-то я устал от таких странных совпадений и абсолютно недовольна окружающей действительностью вытащите меня отсюда сколько это может продолжать согласитесь что и ведущим понятное тем кто смотрит это интервью понятно что это исключительно бредовая симптоматика состояние непростое ведь зачастую человек с бредом преследования решает что вот он преследователь вот он враг и он может не убегать а напасть первым и у него будет искреннее ощущение что он спасает свою жизнь и потом придется ретроспективно разбирать как это случилось вот это преступление насколько он был вменяемый у нас достаточно различных и описанных маньяков с тяжелой психиатрией понятно что они наиболее грубо совершают преступление их удается достаточно быстро поймать в силу того в силу диагноза что они не могут изощренно придумывать и годами демонстрировать двойную жизнь которая не позволяет их вычислить но тем не менее случаев много напоминаю также случае допустим когда пациент шизофрении устроился работать врачом терапевтом в челябинскую больницу девятнадцатый год в 16 лет он получил диагноз шизофрении он убил своего сверстника с которым учился в школе выпил там его кровь из серебряной рюмки он был одержим вот этими идеями вампиризма отлежал ну понятно что на принудительном лечении его выпустили рано или поздно он каким-то образом приобрел диплом врача и действующий сертификат услышите меня на минуточку он полтора года полтора года слава богу не полтора года полтора месяца отработал врачом терапевтом в лябинской больнице и уже настолько в себя поверил что на всех медицинских форумах начал участвовать давать советы лечить его каким-то чудесным образом увидел психиатр который его лечил он написал заявление всю эту историю выяснили вот врач терапевт с гомецидоманией одержимы вампиризмом способны в любой момент повторить просто вот к вопросу о том что иногда настолько выглядят вменяемо в моменте что могут даже устроиться работать терапевтом не имея врачебного образования ну тут понятно что вопрос к челябинским кадровикам ко всему как у них устроена может быть там такой страшный дефицит врачей что можно очень легко работать терапевтом не знаю я не хочу это объяснять просто я вам привел как пример и мы видим очень много когда берут нянечка и она убивает ребенка недавний случай все эти проникновения в садике с ножом и зачастую в том числе и родственники этому способствуют объясню почему я не хочу никого шеймить винить ну вы видите что чак поменялся что он одержим какой-то идеей иногда это начинается с бытового ущерба он начинает предъявлять родственникам вы там воруете мои деньги подменяете вещи проникаете в мою комнату пока меня нет еще чего-то колдуете порчу наводите и все начинают дружно оправдываться пытаться как с ним разъясниться это все не так давай там камеру установим давай ты отдельно поживешь уже пошли сигналы человек резко поменялся возник у него бред преследования может быть он не признается что у него голоса но все время возникает ощущение что он к чему-то прислушивается или слышно и за двери комнаты как разговаривает как будто сам с собой перестает за собой следить вот что-то его увлекала любил читать там рыбалку занимался спортом это перестает его увлекать он теряет интерес задумайтесь не тяните до последнего если вспомнить того же несчастного парня с гражданской обороны даже когда у него появился бред бред величия что он завтра нобелевскую премию получит еще чего-то мама увезла его в деревню чтобы не дай бог он не попал в поле зрения потому что в городе наверное бы больше вопросов возникло она пошла к сельскому священнику тут к сожалению надо констатировать что священник ну если она не врет потому что там студии были священники которые сказали что такого быть не может священник не должен подменять собой психиатра священник все эти симптомы интерпретировал как что он у тебя блаженный он нас всех вымолит возможно мы через него все спасемся поэтому не трогай не мешай пусть он выполняет свои ритуалы читает молитвы известные только ему одному господь не попустит все наладит господь не попустит если вы вовремя придете к психиатру давайте мы вот и в этом тоже есть промысел вовремя заметить прийти дать нам возможность помочь тогда одна история просто изолировать человека отказать ему в помощи оставлять сумку с едой под дверью а ты живи как хочешь с отрезанным газом без воды без электричества вы же понимаете что в таки в такой изоляции даже без серьезного психиатрического заболевания человек будет деградировать мы существа социальные нам нужно нужны контакты в той или иной степени ну вот одиночество она тоже вызывает определенные изменения в голове одно дело уединению на время что-то осознать обдумать другое дело действительно сейчас это аутизмом не называется чтобы не путали с детским заболеванием это называется а социальность который относится к негативным симптомам наряду с а мотивационным синдромом когда теряется мотивация ко всему чистить зубы бриться вот можете посмотреть я сегодня тоже в щетине еще я думаю такого образа не было считайте что у меня тоже а мотивационность три дня я немножечко не бреюсь что еще аффективное уплощение опять буква человек становится эмоциональное реагирование становится очень простым пропадают сложные эмоции вот он уплощенные монотонные вспомните кого хотите александра стас любого пациента про это здесь ты же честно пил там конечно выписал врач они вы знаете я сейчас сейчас все скажи здесь просто важно уточнить у меня было полное впечатление что он он как будто надо мной поиздевался я помню момент был и вот молодой доктор сидит я им общаюсь а тот заведующая интонация меня это очень шокировало я говорю ну доктор вам виднее вам выпишите а он значит с такой иронии ну давайте ему выпишем вот это вот это вот это я понял что что-то с ними не то возможно бесплатная медицина такая я не знаю короче полное впечатление какого-то плохого отношения я тебе выпишу один нейролептик ты его будешь пить надо пить потому что так вот они дам из два раза в день а я думаю чувствовал там немножко сердце стал как-то так биться а мне сказали люди кто бывший с опытом ну по два раза в день типа много я стал один раз в день пить я попить что это за люди с опытом ты с кем не советоваться просто между делом там с какими-то психами с обычными людьми кто там ну кто просто типа говорит ой большая доза а я я стал пить не там ну не туда за которая стал помену чуть поменьше пить власти сам себе доктор тебя доктор выписал одну схему лечения ты решил буду пить поменьше потому что доктора я видел они были неправильные то есть ты понял что это были неправильные доктора да они там них был неправильный мед ну насчет меда кстати башкирский мед я ни разу не пробовал но в принципе кто-то советует что там полезно вот значит очень частый вопрос наследственность наследственность есть заболевание достаточно распространено один процент популяции подвержены это очень большое количество если кто-то из родителей болен то это уже 14 процентов в 14 раз выше вероятность того что у ребенка будет это заболевание поэтому всегда очень важно изучать своего потенциального мужа жену если вы не готовы к проблемному потомству может быть как раньше да до седьмого колена всех знали все дружили вот чтобы избежать каких-то случайных вещей предки в некоторых случаях были мудры когда оба родителя болеют к сожалению в моей практике такое встречалось когда люди знакомятся и в диспансерах и во время госпитализации действительно они как-то лояльнее относятся к странностям друг друга так вот если оба родителя больны шизофрении вероятность того что будет у ребенка среднем 25 процентов то есть каждый четвертый вы должны понимать что это не стопроцентная гарантия но вероятность существенно повышается очень часто поэтому процент психиатрической патологии психической выше вот в каких-то замкнутых народностях где там не приветствуются посторонние гены идет такое близко родственное смешение и соответственно различные генетические патологии психиатрические патологии более широко представлены если говорить о каких-то конкретных причинах вот пишут заболевание полиэтиологическое то есть четкой причины четкого понимания нет но исходя из концепции лечения то что используется нейролептики в основном для купирования допустим позитивной симптоматики бреда галлюцинации мы понимаем что это дисбаланс нейромедиатора дофамина в определенных отделах мозга причем когда мы говорим о негативной симптоматике всегда нужно различать первичную связанную с болезней с болезнью и вторичную уже как результат лечения я сейчас обращаюсь к докторам вот иногда очень хочется поразмахивать тяжелыми нейролептиками поиспользовать сильные дозы всегда помните о побочном действии что за счет блокады огромного количества рецепторов и просто состояние социальной дезадаптации у людей развивается тяжелая депрессия которая очень часто мало отличима от негативных симптомов вторичные паркинсонизм развивается на фоне приема нейролептиков который тоже не улучшает ни качество ни продолжительной жизни пациента поэтому мы всегда должны оценивать симптомы как я говорю и пациентам и их родственникам лечения не должно быть тяжелее болезни если по факту мы одно лечим на выходе мы получаем более тяжелое состояние то вот действительно стоит задуматься о терапии о препаратах и дозировках и активно давать обратную связь когда я берусь за такого пациента естественно мой телефон есть и у самого пациента и у родственников я с ними на связи иногда требуется несколько госпитализации для коррекции дозы но вот мы готовы включаться в моменте надо есть круглосуточный телефон ночью позвонили никаких не стеснений ничего дежурный психиатр приедет на дом клиника доктора шурова все проверенные посмотрит оценит может быть где-то откорректируют терапию если он видит что состояние острая есть угроза суицида действительно у таких пациентов суицидальный риск высокий если говорить о страшилках то для себя они опаснее чем для окружающих ну значительно поэтому понятно что такого пациента в моменте нельзя оставлять дома ну родственники как бы они не следили в конце концов расслабиться и пока состояние не купировано много что может случиться и не надо брать на себя такую ответственность это неправильно я считаю что если возникло обострение ухудшения состояния должны заниматься специалисты должны отвечать за результат ну зачем вам это вы же не психиатры вы же не беретесь оперировать да если там что-то возникло вы идете хирургу здесь та же самая история позвонили круглосуточно психиатр приехал можно оставить дома он сам на себя не возьмет ответственность оставлять дома пациента нестабильного ну если нельзя он вам честно все объяснит организует поможет найдет место никаких проблем с этим не будет я считаю в этом наш огромный плюс потому что очень часто психиатрические бригады городские родственники вызывают они часто нам звонят после приезда вот не берут и все кто ты иванов какое сейчас время года вот такое то есть какие-то проблемы нет и вот разводят руками говорят ну извините у нас и так мало мест сейчас на данный момент мы ничего острова не видим поэтому не возьмем поэтому если вы с этим столкнулись да вы видите что действительно нужно нужно корректировать нужно активно вмешиваться по какой-то причине вас не слышат не хотят госпитализировать звоните мы обязательно разберемся все решаемо по поводу условий питания индивидуальный стол посещение родственниками конечно уровень немножечко другой возможности шире да вы получаете платную услугу но она соответствует вашим затратам вы всегда можете поменять доктора собрать консилиум подготовить любые документы для чего угодно я понимаю что очень часто не хотят помогать с группой с чем-то соскакивают мы готовим пакеты документов помогаем разъясняем все права что положено что не положено какие нюансы особенности терапии продолжительность точки контроля нам не жалко времени мы не зажаты вот 20 минут на прием из них половину надо заполнять статистический отчет там успеть галочки поставить еще чего-то нет и у меня такого принципа нет что вот час я встаю все ваше время стекло или там за пять минут все понятно ну тут все с тобой ясно иди госпитализируйся мы всегда все разбираем более того я и сам и докторов приучил мы просим обратную связь от самого пациента от родственников вы удовлетворены мы на все ваши вопросы ответили чем-то еще можем помочь часто бывает знаете как помогаешь одному люди видят и говорят а вот там еще и этот родственник проблемные а вот здесь у нас по ребенку вопросы понимаете зачастую одна консультация она приводит к тому что мы и пожилое поколение лечим и что-то какую-то коррекцию осуществляем у подростков у неуправляемых здесь выявили какую-то зависимость от психоактивных веществ люди пришли с одним и вдруг выясняется что мог кому нужна помощь отдельная тема действительно судебно-медицинская экспертиза нас врач-эксперт который занимается готовит пакет документов приводит в соответствие законодательством разъясняет все права обязанности он занимается только этим она если вам интересно пишите задавайте вопросы мы может быть снимем видео вопрос-ответ или она отдельно расскажет о своей работе потому что это безумно интересно очень часто да вот история деменция или ну деменции уже не говорят нейрокогнитивное расстройство или большая психиатрии родственники все-таки принимают решение не лечить потом человек умирает и выясняется что он подвергся каким-то мошенническим действием завещал имущество другу соседки первому прохожему в силу психиатрического диагноза определенного состояния да вы сделали максимум чтобы подставиться но не все вещи непоправимы поэтому всегда можно обратиться мы подумаем по анализируем как поможет я условный пример ну хотя вас вот тоже сейчас был лайфхак даже с этой точки зрения если вы видите что родственник неадекватен дойдите до психиатра у вас будет запись а его неадекватности а каких-то психиатрических проблемах потом оспаривать имущественные дела или какой-то криминальная история случилось гораздо легче доказывать то что это вот пример неадекватности невменяемости есть была какая-то проблема чем вы себя ведете как партизаны поддерживать его репутацию прячьте его от психиатров потом что-то случается и нам приходится задним числом всю эту историю раскручивать восстанавливать не имея ни одного документального подтверждения это очень тяжело требует огромных усилий или вы не согласны с диагнозом да есть какие-то вопросы доктора перестраховались поставили более тяжелый диагноз а там масса вопросов тоже всегда лучше получить независимое мнение лучше все сомнения снимать проконсультировавшись у экспертов повторюсь никто не будет врать если есть значит есть вы получили подтверждение из нескольких источников если проблемы нет у вас появилось второе мнение это повод с этим работать что-то делать поэтому пишите свои вопросы по теме шизофрении какие последствия без лечения пациент возможные случаи самоизлечения когда был единичный приступ как правило это не частые случаи может быть даже они не попадают в поле зрения психиатрии бывает такое мягкое течение с редкими приступами которые не приводит дефекту бывает не курабельные случаи когда терапию подобрать невозможно и действительно надо решать вопрос как-то подбор либо частного либо государственного психоневрологического интерната потому что ну состояние пациента ухудшается терапия не работает и ему нужен какой-то уход ну не какой-то полноценный уход все решаемо что хочется сказать вопросов очень много честно я вот так навскидку вспоминаю давайте пишите я чувствую что тем очень стигмированная интересная и вы мне доверяете я готов как-то человеческим языком до вас доносить постоянный вопрос могу ли я сойти с ума от современных наркотиков там психостимуляторов от длительного употребления несколько вариантов очень часто пациент выходит в психоорганический синдром ну понятно что часть мозга погибает травмы гипоксия микроинсульты на высоких скачках давления да мы это видим нарушение памяти не держит аффект широкие эмоциональные качели снижение интеллекта чем-то даже напоминает исход шизофрении отдельная тема предрасположенность да у кого-то было генетическая предрасположенность или еще ряд факторов человек начинают употреблять и у него на употребление дебютируют тоже достаточное количество случаев особенно когда речь идет о всяких галлюциногенах по щелчку вызывающих психоз даже не без предрасположенности к этому психостимуляторы любой наркотик может вызвать психотическую симптоматику бредовую может индуцировать возникновения до непонятно случилось бы шизофрении или наступило гораздо позже но человек начинает употреблять и что называется добивает еще момент двойной диагноз так когда имеется и шизофрении на фоне шизофрении человек начинают употреблять не редкость да мы с этим сталкивались поэтому в начале это реабилитационный центр мы купируем зависимость и параллельно он получает терапию потому что если на терапию он и употребляет ни о каком лечении речь не идет заболевание будет прогрессировать семимильными шагами когда речь идет о дифференциальной диагностике то ли это результат употребления наркотиков то ли это заболевание всегда нужно пребывание в условиях исключающих употребление это реп центр достаточно длительный срок чтобы мы исключили влияние наркотиков и тогда уже можно будет собирать консилиум решать присутствует ли там психиатрический диагноз но повторюсь это встречается достаточно часто мы с этим работаем мы за это беремся но от вас требуется определенное решение ответственность привести этого пациента и не мешать нам докапываться до истины мы честно пытались до показать как это лечится купируется все но немножко сделали ошибку в плане ответственности пациентов потому что за время пребывания в стационаре удалось стабилизировать качественно но те кто шел на бесплатную терапию вы все время спрашивать про александра когда несколько месяцев усилий позволили но понятно что про прогрессирующие без лечения без нормальной социализации состояния он достаточно запущенным поступил уже с выраженной негативной симптоматикой но к сожалению александр выйдя из клиники категорически отказался от терапии поэтому сейчас он в государственной клинике но мы все документы подготовили выписка профессионально я думаю он получит инвалидность лечение наблюдения динамической я очень надеюсь что хотя бы в этом плане хотя бы на государственном уровне он помощь будет получать естественно мы в любой момент готов включиться в его жизнь ну вот он никто к нам не обращается поэтому я не хочу не стигмировать не нагнетать но принцип такой что-то необъяснимо странно мешает жить ну дойдите вы до психиатра никто лишнего ставить не будет и вам спокойней и во время вмешавшись мы можем избежать очень многих тяжелых последствий можем избежать вот этого слабоумия апатикоабулического синдрома то чего все боятся потому что ну не все так как александр сергеевич вот так отчаянно не дай мне бог сойти с ума все может случиться и вредовое расстройство и любая другая психиатрическая патология ну вот если с этим не работать да не дай мне бог а если вовремя вмешаться совершенно разные могут быть результаты не тяните что-то странное придите поможем будем решать задавайте вопросы пишите круглосуточная горячая линия мы всегда готовы включиться бесконечно любящий вас доктор шуров